Вот такой у меня тренд без яичного оливье. Какие холёсенькие маленькие попсики. Всегда чтобы стояло у меня. Приветствую, дорогие мои подписчики. Сегодня у нас на дворе суббота. Дождливое такое вот субботнее утро. Весна. Май. Птичьи чверенькают, но солнышко не блестит. Сегодня мы с вами отправляемся в Нофрилс. За недельной закупкой овощей, фруктов. Ну и там по мелочи. Баночные мелочи. Сегодня я бы хотела сосредоточиться о рассказе. Короче, баночная история. Начинаем. Заводим мотор. Итак, ребяточки, сегодня мы продолжаем. Продолжаем наши покупки. На самом деле сегодня у меня будет поездка в два магазина. Сейчас на Уфрилс, а потом Волмарт. Но это вы уже увидите в другом видео, в следующем. Сегодня такая история. Блин, что это летает? Боль какая-то. В камере ее вижу, а в жизни не вижу. Значит, баночная история. Баночная история. Что это за такая интересная история? Все, что баночная. Бакалии. Вы знаете, очень популярна в принципе. То есть, ну в наших пониманиях, да. Вот когда я росла, вот в атмосфере можно уже выезжать, в которой росла я. И, наверное, большинство из нас. И вообще, какие у нас привычные закупки. Что мы закупаем обычно? Соленые огурчики, да. Помидорчики, например. Что там еще может быть такого? Горошек, да. У некоторых это горошек с морковкой готовый к салату Оливье. То есть, какие-то вот такие вот вещи. Ну, может быть, еще кто-то грибочки берет, может быть. Вот это, наверное, основной набор бакалии. Вот, которую мы покупали еще как бы. Ну, вот все, кто вырос в Советском Союзе, да. Конечно, мы знаем, что все, что баночное, это очень такая, как говорится, кислотная еда. И она не очень полезна для нашего организма. Но вы знаете, вот в Америке и даже здесь в Канаде, среди местных, она, вот вся вот эта вот баночная еда, она очень популярна. Вот, что еще я не сказала, консервы, да. Наверное, консервы тоже войдут в этот список. В том плане, что, ну, что мы брали, вот шпроты, да. Ну, в Израиле очень популярно брать туну. Вот здесь очень популярен соломон среди местных брать. Салмон, салмон. Вот. Поэтому сегодня мы немножечко, то есть, я вам, естественно, покажу, что я беру. Сегодня у нас будут овощи и фрукты. Это то, зачем в основном я хожу на еженедельные закупки, потому что в моей семье это очень сильно съедается всегда. Поэтому нам обязательно нужно это все держать в таком стандарте. Вот, определенном. Иногда есть какие-то скидки, может быть, на мясо я тоже могу взять, но это реже, потому что мясо, вы знаете, я беру в костках. Вот. Когда я приехала в Канаду, я сначала еще все по инерции брала только соленые огурчики. И там продолжаю брать горошек с морковкой, готовые для салата оливье, которые я делаю изредка, очень редко. Но делаю, должна признать, что делаю. Просто единственное, что вот мой, чем отличается салат оливье, тем, что я его делаю без яиц. Вот такой у меня тренд без яичного оливье. Вот, поэтому сегодня мы купим, как я уже сказала, то, что мы купим, и мы немножечко рассмотрим больше бакалию. То есть, может, я неправильно говорю, но, в общем, то, что все баночное. Очень популярны бинс, очень популярны все вот всякие овощи, которые закручены в банках, но именно не в стеклянных, да, а в непрозрачных банках. То есть, все, что вот такое консервированное. Но самым популярным здесь для меня стало, я увидела, что люди берут... Конечно, нормальный семейный человек мало. Это берет женщина, которая готовит, она никогда не берет эти банки. Но очень много мужчин, кто одинокий или уже взрослые, которые нету маленьких детей дома, которых не хотят готовить, они берут вот это вот то, что мы называем тушенка. Только у них эта тушенка идет не в таком виде, как мы знаем, что это тушенка. А тушенка, знаете, готовое блюдо, которое является, например, мясо с картофелем сразу, с фасолью, мясо с овощами, мясо с разными макаронами. Уже в баночное вот законсервировано. Они эту банку вываливают, разогревают и едят. То есть, для меня это немножко было открытием, потому что, скажем, в Израиле такого не было. Ну, может, я не видела, но такого не было в Израиле. Вот, поправьте меня, израильтяне, кто смотрит. Я не помню, что на Украине у нас были, да, была тушенка. Да, была тушенка, в общем-то, с разными там мясами, разной консистенцией. Было там, да, с крупными там кусками, с мелкими, там более типа как фарш, более как волокна. Вот, также здесь, ну, здесь просто вот прям готовые блюда, готовые блюда. И вот местные очень, ну, то есть, тут целый отдел такой есть отдельный. Не просто баночные овощи, а такой. В общем, короче, сегодня мы будем это смотреть. Хватит болтать, пошли. Так, у нас клубничка. Клубничка. У нас перчик один. Мне нужно мужу налечу. Апельсины. Пормидоры. Персики. Брокколи для Габи. Доллар 88, одна штучка драгон. Фрут. Паттайя. Яблочки берем пакетик. Так. Красный картофель. Для всех израильтян доллар 47, салатай мики. Вот, сам мы возьмем такой один. Какие холесенькие, маленькие попсики. Но я их не беру. Просто такие смесьные. Ребята, вот эта тема очень интересная. Я уже брала несколько раз. Это копченая сельдь. Очень вкусно. Это как шпротина. Так что я очень рекомендую брать. Очень вкусно. Большой выставочный вариант всяких русских закусок. Вот здесь и горчица, и хрен, и всякие майонезы, соуса, джика. Но всякие такие вот вещи из русского магазина. Так как я уже на этой неделе в Костках взяла все, что мне нужно, моечное, я здесь ничего брать не буду. Популярны вот бульоны еще готовые. Давайте начнем с простых, да, там, картофель, грибочки, кукурузка. Вот это вот стандартный набор. Тот, к которому, скорее всего, мы привыкли. Вот это вот кукурузка, да, вот. И причем всегда приятно иметь запасы. Какие-то баночные дома. То есть для чего-то открыть их и там для салата больше. Мне нужно на салат всегда, чтобы стояло у меня хотя бы две баночки. Горошек с морковью. Тоже грибочки целенькие. Я беру по доллару они стоят. Тоже в качестве салатика, вот, когда гости. С уксусиком, с перчиком. Можно с лучком, такие как маринованные, сделать. На стол подать тоже хорошо. Пусть будет. Я люблю все бобовые, но сейчас у меня пока есть, поэтому я их брать пока не буду. Очень большой выбор тушенок, в том смысле, как мы их понимаем, или мясной фарш, как он еще называется. Моей маме очень понравился выбор. Она вспомнила детство, когда была со мной в этом магазине. Мы даже выбрали для себя любимые фирмы. Вот эта понравилась ей. Это, кстати, очень популярная американская фирма, спам. И вот неплохая вот эта, лаучмидт, вот этой фирмы. Вот, но их, на самом деле, намного больше. Просто не хочу здесь сильно светиться с камерой. Очень важно смотреть состав. Конечно, вы можете сказать, что там за доллар 28 может быть за лаучмидт, да, какая тушенка. Вы не поверите, но состав нормальный. То есть, там есть мясо, много соли и приправы. То есть, смотрите, конечно же, по-прежнему есть и производители, которые, ну, как бы мясо туда не кладут, но пишут, что мясо есть. Поэтому внимательно читайте ингредиенты. И, да, вы будете удивлены, но, в общем-то, есть очень-таки порядочная тушенка за доступную цену. И вот это вот, кстати, очень большой выбор идет именно селмон-консервы. Очень разные в томате, без томата разных фирм. И с них, кстати, есть очень много рецептов. Я вам здесь вставлю, у меня на канале есть, какие можно вкусняшки делать, котлетки с таким селмоном. В принципе, выбор рыбных консерв очень большой. Очень большой. То есть, туна абсолютно во всех соусах, всякие разные виды рыб. Но у нас менее популярные, знаете, я в основном беру туну в костках. И о приправах, друзья, уже есть небольшое видео на канале. Я вам дам ссылку здесь. А также мы сделаем еще не одно видео о приправах, потому что здесь их много. И здесь есть также представительство приправ разных стран, в том числе и индийские приправы. И, в общем, все корейские, китайские, японские, мексиканские, американские. Так что у нас будет обзор по приправам обязательно. Вот то, о чем я говорила. Все вот эти вот популярнейшие консервы, которых я вам говорила. С мясом. Дорогие друзья, вы знаете, ну что греха таить? Конечно, я покупала и пробовала очень многие из этих консерв, как назвать их. Ну, в общем, вы поняли, вот этих баночных всяких вкусных блюд. На картинке очень все заманчиво выглядит. И скажу я вам, что по вкусу неплохо, но, конечно, состав кислотный и очень соленое все, вы понимаете. Но я вижу, что многие американцы покупают вот именно мясные такие вот консервы, тушенки и мешают уже с готовыми своими блюдами, которые они готовят дома. Вот. И, как вы можете видеть, вот здесь бульоны представлены абсолютно разных вкусов. Они очень вкусные. И действительно, состав у них вполне вменяемый. Есть в банках, есть в коробках. На себе пробовала несколько коробочных, очень-таки ничего. Ну и баночные я часто беру, вы знаете, грибную, вот здесь подлива есть и томатный сок. Не сок, а томатный суп. Вот. Очень оригинальные, разные есть бульоны грибные, на морепродуктах, овощные, куриные. В общем, берите, пробуйте. Американцы в основу не берут воду для супов, они берут вот такие вот бульоны. Разумеется, никто не сказал о полезности. Понятно, что полезности полные ноль. Но иногда для придания вкуса, хотите кого-то удивить, просто можно добавить. То есть, скажем, 50% воды один к одному. Да, 50% непосредственно бульона. Также вы можете видеть, что даже есть равиоли готовые. То есть, целый отдел, который, в принципе, берут для детей. Вот даже такие рисунки пестрые. Так что, ребята, пробуйте, не бойтесь. Я не рекламирую это. Но вот такой вариант, очень популярный среди местной публики, среди местных канадцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Макарончики такие. 900 грамм, доллар 27. И вот такие. Еще возьму такую большую банку двухлитровую за 6 долларов оливок. Это нам на все. Мы и в салатик любим добавить, и пицца для пиццы. Сыр 450 грамм. Вот у меня подруга Леночка, которая живет в Англии. Плечила мне, как делать йоркшир кодинг. Вот здесь он продается. И здесь 12 штучек и 4 доллара. А я возьму Гарлик Брэд. Уже супа мы любим. Иногда его уберу. Его, кстати, эту фирму больше всего всегда разбирают. Так что, если есть скидка меньше, чем 4,47, берите. С моим деткам уже фриспад. Они ждут уже всегда лето, чтобы это есть. Лето еще не настало, но я им возьму заморозки в холодильник. И потом можно их посасывать. Итак, покупка в Нуфриле сегодня совершена на 71,81 доллар. Сейчас идет ужасный дождь. Почему все размыто? И, в общем, я сейчас иду все это укладывать. Все. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пишите ваши вопросы или просто хорошие комментарии. Всем будем рады. Пока-пока. Видишь? Ой. Да, это надо заморозить сначала. Видишь, разные вкусики. Да, Габуся любит. И Тошка любит. Да, надо ждать. Надо уметь ждать. Папа уже вам чуть-чуть сделал. Но по чуть-чуть. Максимум 2 в день. Окей? Не бойся, дракон никуда не вылезет. Та-дам. Та-дам. Похоже на киви. Но по вкусу он не такой. Ну, братья, это не вкусно. В это не вкуснее будете. Будете есть? Как это вы не будете? Это вкусно. Как киви. Только лишь киви кислый, а этот... Очень вкусно. Ммм. Ням-ням. Тебе понравится, Тавел. Ай-ай-кей. Ну, как? Безвкусный, абсолютно, да? Угу. Ну, как? Мя-мм. Ммм. А я тебе достану? Вкусно. Норма. У него нет никакого вкуса. Ни сладкий, ни кислый, ни горький. Просто съел какую-то субстанцию, да? У него действительно нет... По консистенции, что-то не заклубнитый киви. А по вкусу просто никакой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok